Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну и видеть заодно тоже. В общем, я же обещала вам рассказать историю, как мы спорили с мужем и как он меня чихвостил. В общем, во двор к нам прибился, ну или не прибился, просто прибегает то через день, то бывает каждый день, какой-то кот, ну не с нашего двора. Смотрю, у него глаза сильно подтекают. Вот заметила я это где-то вчера, по-моему, уже поздно вечером было. И, к сожалению, пришла домой, у меня не оказалось никаких капель для глаз. Ну и думаю, надо сходить в аптеку, купить пару тюбиков, потому что сейчас вот как раз-таки сезон этих котов, котят. И пускай будут капли левометицин всегда в запасе. Ну и, значит, пошла, зашла в аптеку, купила, в общем, пару тюбиков левометициновых капель. Ну а потом, думаю, пойду-ка я еще схожу в магазин Хит. Он у нас находится на окраине, считай, города. Ну и пошла, короче, я в магазин. Ну и в магазине я так прошлась, да, взяла то, что мне нужно было. То есть там мне надо было купить морковку, лук и рис. Ну и смотрю, женщина вроде как в одежде работника магазина стоит, смотрит корм кошачий. Ну а, естественно, в магазине обычном продовольственном обычный корм не такой, знаете, полезный. Ну типа киттикет, типа вискос. Ну и также пакетики, в которых желешки. Я обычно, если я не беру с собой в рюкзак свой корм, если где-то гуляю, то я в магазине могу купить там желешки или сухой корм, по пути покормить котят или котов взрослых. Так вот смотрю и думаю, точно, наверное, женщина покупает, чтобы покормить у них, значит, возле магазина котят. Потому что мой же венька как раз-таки оттуда, из той местности. И что-то я так посмотрела на эту женщину, думаю, что мне не купить пару пакетов корма, пока домой дойду. Вот как раз-таки дворами пройду, а там столько котят. Думаю, я что-то давненько нигде по таким злачным местам не ходила. Ну, злачным это где очень много котят, где абсолютно никто ими не занимается, то есть стерилизацией. У нас в городе мало кто занимается стерилизацией животных. Ну, понятное дело, кому хочется за свои деньги стерилизовать уличную кошку, правда же? И, значит, раньше я ходила, но потом у меня просто сердце разрывалось, потому что мне жалко было этих котят. И я уже ходила, кормила тех, которых я, ну, в общем-то, не могла не покормить. Это возле дома, допустим, моих родителей, ну, считай уже моего дома. И у нас кошка еще подопечная тоже на окраине города, которую постоянно кормит муж, чуть ли не каждый день. Так вот, ну и свои, конечно же, возле дома их целая куча, но у них все по расписанию. У них все строго утром, вечером, они уже сами знают, когда они будут есть. Выдрессировала я их. Ну, значит, купила я этот пакет Китти Кэта, там 400 грамм. Ну, маленький пакет. Я же не думала, что столько котов я встречу на своем пути домой. Ребят, вы не поверите, 42 только маленьких котенка я насчитала. Что вы думаете? Эти 400 грамм мне помогли, да нифига подобного. Я прошла, наверное, четвертую часть пути, и у меня пакет уже был пустой. Блин, думаю, а я же еще, знаете, он недорогой же этот корм, я же домой его не понесу. Ну, куда я его? И я еще так щедро сыпала. А их столько! Я даже не думала, что сезон и столько котят. Нет, я знаю, у нас в городе есть один дом, где, ну, штук 20 котят всегда в весенний-летний период. Короче, пришлось мне зайти в другой магазин. Там уже купить вискос. Ну, и, наверное, сколько я взяла? Шесть, шесть пакетиков вот этих вот влажных киттикэт. Потому что киттикэт сухого не было. Ну, и все я скормила, ребят. Я скормила три пачки корма и шесть пакетиков влажного. И уже не так далеко я была от дома, значит, звонит мне муж. Говорит, ты дома? Потому что его дома не было. Я говорю, нет, не дома. А он, где ты, говорит, ходишь? Ну, я объяснила, говорю, в аптеку там ходила. Говорю, потом в магазин зашла, купила корм. Да иду, говорю, тут дворами кормлю котов. И рассказываю ему, что, говорю, мне таких жалко, они такие малюсенькие. И вот бы каждый день делать прогулку такую вечером там или когда получается и кормить их. Муж мне говорит, ты можешь себе представить, три пачки корма ты израсходовала, когда прошла только с одной стороны по дворам города. Если ты пройдешь где-нибудь еще, ты опять скажешь, туда тоже надо сходить. И еще три пачки, говорит, нужно будет корма. А потом еще по другой стороне города ты пройдешь и там тоже, если не больше. Говорит, никогда ты всех не спасешь и всем не поможешь. У меня, как всегда, знаете, накрывает. Как только я где-то вот пройдусь, а тут столько котят, я просто в шоке. И такие хорошенькие. Один вообще, я уж чуть бы его не заграбастала домой. Серенький такой, прям пепельный, с полосочками. Пушистый. Я уже и на руки его взяла. Думаю, ну все, я понесла. А потом думаю, ну конечно, мне их мало. Мне всегда мало котов. Ну и, короче, оставила я его там. Мама там у него еще трое малышей. Братиков там или сестричек. И, значит, я говорю мужу, ну раз в неделю можно же сходить покормить. Ну хотя бы раз в неделю. Но все равно же я не обиднею. На что, знаете, что мне муж сказал? Ну вот, приехали, говорит. Раз в неделю она будет кормить. За неделю они тогда все подохнут. Я говорю спасибо, говорю, ты меня поддержал по полной. И тут я ему тоже припомнила кошечку, которую он постоянно, постоянно кормит. Она находится тоже на окраине города, в другом месте. Она все время сидит возле магазина. И он каждый день, крайне редко, если день пропустит, он ей везет корм и воду. Представляете? И вот я ему говорю, правильно говорю, как вот мурашки своей, говорю, ты таскаешь каждый день, говорю. А представь, там, говорю, малюсенькие. Короче, мы с ним спорили, спорили, доспорили, что он мне сказал, что если через неделю, то за неделю все сдохнут, если ты их не покормишь. Ой, ребят, вот такая вот я. И в прошлом году, не поверите, ходили мы через два дня на рынок. А на рынке у нас ветеринарный пункт. Ну, он работает, да. И там было три кошки молодые. И мы носили туда корм и воду. Они так пить хотели, что они просто вечером не могли на лапки подняться. И вот мы ходили, носили им воду. И как только приходим на следующий раз воду приносить, там уже наших разрезанных бутылок нету. Такое чувство, что кто-то эти бутылки просто выбрасывал. Не воду, наоборот, в них наливал, чтобы коты с жаждой не поумирали, а просто их выбрасывал. Я в шоке. Ну, а потом мы, наверное, через месяц уже и этих кошек там не увидели, молодых. Ну, или, может быть, кто-то забрал себе их. Ну, или куда-то они перебазировались. Ну, в общем, их уже там не было. Так что, ребят, вот такая вот я. Вот такая, как я говорю, двинутая на фоне кошаков. Ну, и не только кошаков. Но, знаете, лучше быть на этом фоне двинутой, чем не иметь внутри сердца любви к животным, к людям и состраданиям. Так что, вот, решила с вами поделиться, поболтать на ночь глядя. И сразу хочу сказать, нет, совсем не для того, чтобы меня кто-то хвалил. Я и раньше об этом говорила. Я этого не люблю. Это, вы знаете, наверное, моя боль, бездомные животные. По-другому я просто не могу. Как-то однажды, давно уже, я, наверное, еще даже и не обозревала Уралку. У меня был стрим. И я помню, мне писали, Оля, опубликуй карту. Мы якобы денежку соберем, накидаем, и будет твоим животным якобы бездомным. Что я тогда помню, сказала, что, ребят, нет, нет и еще раз нет. По той причине, что у каждого из нас во дворе есть бездомное животное. Зачем кому-то отправлять эти деньги в Беларусь, если проще покормить где-то рядом? Ну, а я рада помогать тем, чем могу. Ну, и моим дорогим зрителям и подписчикам огромное спасибо за ваши истории про ваших питомцев. Буду я заканчивать. Всем спокойной ночи и успешных рабочих дней. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok